Все на благо людей. Активные тосовцы начали раздавать продуктовые наборы нуждающимся семьям. Это стало возможным благодаря реализации второго направления проекта «Хлеб насущный», который осуществляется Ассоциацией ТОС Ульяновской области за счет средств фонда президентских грантов. Эти продуктовые наборы получат миссионеры, которые получают социальные услуги в нашем селе. Это очень активные люди, которым не безразлична не только своя жизнь, но и судьба села. Они принимают участие во многих наших мероприятиях. Вот такая раздача продуктовых наборов, такая массовая впервые, и, конечно, воспримется на ура нашим населениям. По словам руководителя Ассоциации ТОС Владимира Сидорова, это первая массовая раздача продуктовых наборов, осуществляемая совместно с Симбирской епархией. Гуманитарную помощь получат 500 семей и пенсионеров. Наборы состоят из самого необходимого – муки, кроп, сахара, чая, консервов. Очень замечательно, что у нас здесь подключилось нам и духовенство. Хочу поблагодарить нашу владыку, что у нас появился ТОСов, духовный наставник, отец Даниил. 100 продуктовых наборов будем отдавать нашему епархию. Будет раздача в храмах, по домам развезут. Как сказал настоятель храма в честь архангела Михаила Иерей Даниил Майоров, такие благотворительные акции по раздаче продуктовых наборов станут регулярными. Владыка Лонгин, митрополит Симбирский и Новоспасский, благословил меня окормлять территориально-общественные ассоциации территориально-общественных самоуправлений. С тех пор мы начали работать совместно. Также занимаемся миссионерской деятельностью, благотворительной деятельностью, то есть помогаем нуждающимся. По словам отца Даниила, в благом деле ему помогают преподаватели трех школ, которые он окормляет. Они подсказывают, какие семьи нуждаются. Спасибо большое отцу Даниилу за поддержку, что он нам помог. У меня двое детей, муж мобилизован. Продуктовые наборы также получат семьи детей духовно-нравственного клуба «Муромец», который действует при епархиальном управлении. В нашем клубе очень много детей из малообеспеченных семей. Несмотря на такое положение, родители молодцы. Они принимают очень активное участие в жизни клуба, в организации мероприятий. Спасибо организаторам этой акции, ассоциации ТОС и, в частности, отцу Данилу Майорову, что они нашли возможность оказать помощь для таких семей. Подобная раздача продуктовых наборов при храме прошла и в посёлке Зелёная Роща, где ТОС возглавляет сам батюшка Иерей Сергий Шабаев. Я знаю, что люди уже ждут, мы уже повестили, что сегодня будет раздача. Люди ждут с радостью, с надеждой. А для некоторых это чуть ли не единственный источник существования, когда хлеб мы им даём, продукты какие-то покупаем от храма. А сегодня это ассоциация ТОС нам сильно поможет в этом отношении. ТОС «Зелёная Роща» стал активным участником первого направления проекта «Хлеб насущный». Здесь была оборудована мини-пекарня, где сейчас выпекается вкусный хлеб и бесплатно раздаётся нуждающимся, а также семьям мобилизованных граждан. На территории региона сегодня действует семь мини-пекарен, организованных при поддержке ассоциации ТОС. История создания благотворительных пекарен в регионе началась с посёлка Мостовая. А в этом году ТОС совместно с Симбирской епархией реализует ещё один новый проект. По благословлению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, в посёлке Мостовая открылся духовно-просветительский спортивный центр «Пересвет». Его возглавляет иерей Даниил Майоров. Отец Даниил, кандидат в мастера спорта, сам ведёт занятия по греко-римской борьбе, во время которых дети приобщаются не только к спорту, но и к православной культуре. Как и полагается, перед началом и по окончании тренировки они молятся. Центр активно сотрудничает с духовно-нравственным клубом «Муромец», который действует при епархиальном управлении. Им руководит тренер-педагог Олег Усов. Он тоже делится своим опытом с ребятами из Мостовой. Теоретические занятия в Духовно-просветительском центре «Пересвет» ведёт опытный педагог Вера Алексеевна Котникова. Мне предложили поучаствовать в открытии, в развитии Духовно-просветительного центра «Пересвет». Ну, я не отказалась. Вот месяц уже мы работаем. У меня в основном девочки. И по благословению митрополита Лонгина мы ведём основу православного вероучения. То есть потихонечку. Пока наши занятия три раза в неделю. Кроме теории, Вера Алексеевна учит вязать, делать поделки из подручных материалов, проводит экскурсии по православным местам, готовит с детьми концертные номера к различным мероприятиям. Где это было, когда это было, в детстве, а может, во сне. Айс на крыше вязать, а любимый сверил по весне. Чудился мне он из танца и в дальней, символом вере любви. Люди, прошу, не судите случайно, айс с тобой. В центре Пересвет занятия по греко-римской борьбе проходят в понедельник, среду и пятницу. А во вторник, четверг и пятницу занятия по основам православного вероучения, пению и рукоделию. В планах ассоциации ТОС открыть подобные духовно-просветительские центры и в других муниципальных районах области. Храм во имя Блаженной Матроны Московской был заложен в 2005 году на территории сквера Победы рабочего поселка Кузоватова в день празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строился он всем миром на пожертвования местных жителей и предпринимателей. Вопрос о строительстве храма всегда стоял. В ближайшем храме здесь был кивателем. Сейчас находится там, где на тот период я служил. Строитель был храм на Казахской Божьей Матери. И вот когда такая предсталась возможность, а возможно здесь предсталась, когда на этом месте, это был Парк Победы, основанная была центральная часть поселка, место освободилось, такие обстоятельства сложились. И предложение было построить часовню. Однако вместо часовни на этом месте решено было построить храм. Идею строительства поддержали администрация поселка и ветераны. Должен сказать, что как-то это место стало вот таким знаком. С правой стороны, вы обратите внимание, у нас, кто служил в армии, в службу, вот они поставили свои знаки, пограничники, знаки поставили, десантники. Здесь собираются, уже несколько было мероприятий, осветил эти знаки, где они собираются в день пограничника, в день еще досрочную службу служил. 7 мая, в неделю четвертую по Пасхе, о Расслабленном, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил великое освящение нового храма во имя Святой Блаженной Матроны Московской. Во время этого чина совершается утверждение престола нового храма, образа гробницы святого, так как в древности литургия совершалась на гробах святых мучеников в катакомбах. Затем престол и весь храм помазываются миром. Стены храма внутри и снаружи окропляются святой водой. Совершается крестный ход вокруг храма с мощами святых, которые затем закладываются в основании престола. Возьмите врата, князи ваши, возьмитеся врата вечная, и в ней идет царь славы. Совершив чин великого освящения, митрополит Лонгин рассказал собравшимся о его значении. Мы молились с вами вместе, утверждали в отаре престол, омывали его сначала водой, потом родостанной, это розовая вода, смешанная с вином. Затем помазывали его миром, помазывали миром весь храм, крапили святой водой снаружи и внутри. И молились, как я уже вам сказал в начале, чтобы Господь соделал это место селением славы Божией. Не просто одним из самых красивых зданий в поселке, но тем местом, которое будет для каждого из нас местом встречи с Господом. Затем Владыка Лонгин совершил первую божественную литургию в освященном храме. Мы безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, Владимир Господь! По окончании богослужения Владыка поздравил прихожан храма и поблагодарил всех, кто принял участие в его строительстве и благоустройстве. Руководитель творческой мастерской Владимир Юшин был удостоен юбилейного знака 10 лет Симбирской митрополии Русской Православной Церкви за изготовление иконостаса. Иконостас изготовлен в русских традициях, даже ближе к нево-русскому стилю. Специально разработан для этого храма, для отца Сергия. Все орнаменты индивидуально разрабатывались и изготавливались в нашей мастерской, которая находится в городе Ходьково. Рядом строится Сергиевая лавра. В планах дальнейшее благоустройство храма и написание икон для иконостаса. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Братья и сестры, к нам пришел следующий вопрос. Практика подготовки к причастию описана во многих книгах. Необходимо поститься перед самим причастием, вообще не вкушать пищи. Обязательно ли соблюдать все эти каноны? Насколько строго их нужно соблюдать, если ты новоначальный? Ну, если говорить вообще о подготовке к святому причастию, нет какого-то единого канона, который прописан, скажем так, на уровне устава какого-то церкви. Есть множество практик. И эти практики различаются по всей православной церкви, по всей вселенской православной церкви. Но есть, да, определенные устоявшиеся более-менее правила, более распространенные, которые там включают, допустим, трехдневный пост, воздержание, прочитывание каких-то трех канонов, допустим, и последование ко святому причастию. И, естественно, воздержание с 12 ночи от пищи пяти, которое, кстати, единственное прописано в канонах церкви, что вот это воздержание, оно обязательно. Но любой пост, любая подготовка должна начинаться с мысли, а для чего я это делаю? И вот мы подготавливаемся к причастию. Что такое причастие? Это встреча с Богом, это соединение с Богом. То есть я должен подготовиться к встрече с Богом. И насколько важна эта встреча внутренняя для меня, настолько и важно, опять же, какие-то внешние проявления этой важности, этой встречи. Соответственно, не для Бога нужен этот пост, а пост нужен для меня самого, чтобы показать хотя бы даже себе самому, насколько мне важна эта встреча с Богом. Поэтому любой пост, любое какое-то ограничение себя в чем-то, в каких-то радостях, в каких-то развлечениях, в еде, в той же самой, это, опять же, как это странно не звучало, мы делаем, опять же, для себя, для своего внутреннего состояния и для того, чтобы показать, опять же, Богу, насколько мне важно получить благодать в этом таинстве. Господи, вот я оставляю те вещи, которые мне нравятся, чтобы жертвую чем-то, чтобы показать Тебе, насколько мне важно, что я соединюсь с Тобой в таинстве святого причастия. Но вот сам по себе мера этого поста, мера этой подготовки, конечно, в принципе, должна решаться с священником, который вас ведет. Потому что без наставника очень сложно пройти этот путь, да, он возможен. И люди за всю историю христианской церкви часто проходили без наставников этот путь, но он сложнее. Сейчас нет проблемы дойти до храма, да, написать даже на страничку храма, написать священнику, спросить, что вот я вот такой, да, вот у меня такие условия жизни, у меня такие жизненные обстоятельства, у меня такое здоровье, а как мне лучше подготовиться? И вот каждый, в зависимости от ответа на эти вопросы, священник вам может сказать, что вот мера твоя поста, можешь начать вот с такой меры поста. Если тебе сложно держать эту меру, давай посмотрим, может быть, в чем-то ты заменишь эту еду другой едой, заменишь какие-то развлечения, заменишь еще что-то. То есть решить этот вопрос именно индивидуально для себя. Мы же приходим, даже если вот занимаемся каким-то спортом, мы приходим в спортзал и спрашиваем тренера, вот я могу сделать то-то, то-то, у меня уровень подготовки такой-то, такой-то, да, с чего мне начать? Нет, нельзя тренеру выйти и сказать, что вот для всех вот у нас одинаковый уровень, да, что вот мы столько веса берем, мы столько пробегаем сотен метров, да, нет, для каждого индивидуально. Также и для постящегося человека, для подготавливающегося к святому причастию, наверное, особенно для намочального, этот уровень должен решаться со священником. И еще раз, да, хочу это повторить и сказать, что мы встречаемся с Богом. И весь этот пост, опять же, мы должны понимать, что чем лучше мы подготовимся к этой встрече, тем больше мы от этой встречи получим. Субтитры создавал DimaTorzok